К другим новостям. Как оказать помощь всем, нуждающимся в поддержке, семьям мобилизованным? Ведь проблемы разные от материальной помощи до психологической. На телефон горячей линии поступило 262 звонка. За прошедшее с начала мобилизации время в городе отработана система. 66 семей участников специальной военной операции на Украине получили по 10 тысяч рублей. Областные выплаты в размере 20 тысяч на семью и по 20 тысяч на каждого ребенка получили 200 семей. Выдано 107 продуктовых наборов и, конечно, продолжается сбор средств для военнослужащих. Председатель комитета солдатских матерей Екатерина Потракова и Павел Бунеску из общественной организации «Офицеры Навуральска» постоянно выезжают в учебные центры области в Ялане и 32-й городок. Отвозят продукты, сигареты, теплые вещи. Передаются они адресно, конкретно навуральским мобилизованным и добровольцам. По-прежнему больше всего нужны солдатам носки, термобелье, перчатки, коврики и спальные мешки. 30 секунд на спасение жизни. Еще один важный вопрос. Медицинская подготовка, основной характер ран сегодня – это рваные раны от взрывов с большой кровопотерей. Не растеряться, уметь перевязать себя лежа – всему этому учат специалисты медицинского колледжа и Навуральского отделения Красного Креста. Елена Колташова, директор медколледжа, доложила, что любой резервист может обучиться навыкам оказания первой помощи Центра общественных организаций на Дудино-6. Записаться можно по телефону 906-40. Продолжается сбор добровольных пожертвований в фонд «Делаем для города». Всего собрано более 800 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова